С одной стороны, присутся наш сегодняшний вечер, что очень приятно, но с одной стороны, уже много сказано и как бы то, что хочешь сказать. — Да нет, может быть, и не говорим то, что уже здесь сказано, чтобы не повторяться. С другой стороны, не сказать нельзя, невозможно. — Начать с того, что, видимо, пришли в школу-студию совсем на другой курс, и никакого станицена даже в школе не было. — В это время в театре происходили некоторые дертурбации, которые закончились тем, что главным режиссером стал Виктор Яковлевич Станицын. А курс в этот год, первый курс, нет, чуть годом раньше, взял Александр Михайлович Карев со своими педагогами, с незабываемой Евгением Николаевной. — И мы первые есть курс, руководились Александром Каревым, с его своеобразной у школы, и которые всегда, студенты находились под страшным давлением того, что никто, вы не артисты, и можете вылететь через некоторое время. Это даже неизвестно, может, даже к третьему курсу. И вот наступил момент на следующий год, когда мы услышали, что на нашем курсе будет новый руководитель курса. И я помню свои ощущения, а мне мои сокурсники не дадут залгать, чтобы я не выдумывал, даже были ощущения такой, даже жгучей, чуть ли не жгучей ревности, что мы так же сжились, несмотря на такое давление со стороны такого педагога, как Карев. Но такая была плотность, что там уже никакой бритвы нельзя было продвинуть между этими отношениями. Какой там Станицын? Кто это? Это тот, который там в театре, и поэтому он здесь, получая курс, пусть приходит просто педагог. Такие, понимаете, да? Вот все, чтобы не продолжать это, я хочу сказать, что когда он появился на курсе, и нам его представили, как нового руководителя, у него хватило ума, такта, интеллекта, потому что он был чрезвычайно образованным человеком, снять это все в большой, большой, совершенно маленький промежуток времени. И ничего от нашей этой ревности и от нашего «как это да?» Карев остался педагогом на этом, то есть никогда не между, к их чести, между ними никаких не произошло, знаете, таких производственных трений, как бы это сказать, среди педагогов. И он влюбил в себя весь курс. Он стал нашим родным человеком и чуть ли не отцом. Мы не изменяли, конечно, Александру Михайловичу Гареву, Эльбинь Камраму. Мы не изменяли, но были соединены все так плотно. Потом к нам на курсе появилась София Смислава Натальярска и Олег Георгиевич Герасимов, молодой Петров. В общем, жили мы чрезвычайно плотную семью. А Сергей Георгиевич Герасимов, молодой Петров. Ко всему курсу замечательно. Чуть не ко всем нам. Педагог, он был изумительный. Точно, что сегодня рассказывают о его атмосфере на репетиции, я еще раз хочу подтвердить, что это было замечательно. Я, со своей стороны, должен сказать, что, конечно же, пользовался тем, что он ко мне относился несколько необычно, чуть лучше, может быть, чем другим. И, конечно, я этим пользовался. И даже спекулировал на это. Правда, никакой выгоды из этого мне не производят. Но мне было интересно, а я видел, что ему тоже было интересно, что я так с ним себя веду. То есть я его каким-то образом провоцировал. И у меня были такие с ним разговоры и провокации. Например, Однажды, когда сегодня упоминали, что он мог сказать «Идемте отдохнем», и он любил отдыхать на машине. Он катался на автомобиле, брал иногда студентов с собой. И однажды мы с ним поехали, он так же кататься. Он катался, причем водитель был замечательный, как уже говорят. И он иногда просто, подъезжая по Тверской к своему дому, отпускал руль и надевая глаз. Движение тогда было не такое. Чего, ты, ты, шусь, да. Как я могу. Я этим. И в это время вдруг мрачнел и говорил «Ах, опять сегодня вечером. Мертвые души, чёрт». «Ах, как не хочется играть?» Я взмущался и говорил «Витя, мякошь, как же вы так говорите?» «Ведь смотрите, вы говорите, вам не хочется играть». «Если вам действительно не хочется играть, отдайте нам всё, молодым артистам». «А давайте мы будем, нам хочется пока ещё». «А если вы кокетничаете и говорите, ох, не охота, а самому охота, то это ещё хуже». У меня посмотрел, несовершенненько. Никакой обиды и сказал, «Живёшь, думаешь, до моих летчиков, смотрю, что ты на моей крови скажешь». Так вышло так, что я сказал эти слова, «Ах, сегодня у меня спектакль!» Так не хочется. Чуть ли не лет на десять. Раньше, чем ему тогда было. И вот такие провокации я ему устраивал. Во время репетиции, даже однажды, репетировали, я, он возобновлял, Пушкина, а мне поручили роль Петкопа. А так как традиционный, в общем, это какой-то, некоторый даже год был, играл эту роль раньше, Парков. Он приходил в дом Пушкина, завязанный, такой, понимаете, в башенком, в каком-то драме, лучики, вроде чинить часы, а сам тут шпионил в доме Пушкина. И я провокационно говорю, видите, вообще-то все неверно. Понимаете? Ну, а что если мы не можем пройти так? Я другой человек. Вы понимаете, это все-таки третье оттенение в дом Пушкина. Что, какой он тулов? Нет, это почти должен прийти чувствовщик, как будто док, какой-то неверно, что-то, да, как называете, а сам, вообще, нарез шпиона, да? Он все это слушал, увлекался, ну и, и вот я говорю, а, конечно, лучше, какая-то последняя оттенция. Ну, но это не из простых, не из самных людей, а нам и ты третьим отделением, понимаете? И все, эту банку наполнял, наполнял. И он, увлекаясь, говорит, ну, не знаю, у нас так не было. Но потом был согласиться, вот еще чуть-чуть, но он этого не мог взять, потому что он возобновлялся. И я видел, что ему это нравилось. Он мне тоже, что? Молчи. Нет, нет. Я много еще хотел бы рассказать, но тут уже устали, и много мы сегодня слышали. Я просто хочу сказать, что такой замечательный педагог, как Олег Трябович Станицын, такой замечательный первый артист, как Олег Трябович Станицын, такой замечательный режиссер, как Олег Трябович Станицын, Станицын. Я должен сказать, что мы все просто должны быть гордыми, что мы являемся его учениками. Спасибо.